С ними мы занимаемся по разным вопросам. Человеческая жизнь не составлена из семьи или из карьеры, из одного здоровья или из чего-то. Это целый набор Вселенной. Человек в себе несет совокупность бесконечных Вселенной. Я айтишник по специальности. Я работал в разных интернет-проектах, занимался эксплуатацией больших систем. За эти два года я открыл свое дело. Мы занимаемся автоматизацией производства. У меня есть проект с одним из клубников, которым мы сейчас ведем. И не так давно я женился. Вообще сама цель была выходить на мировые рынки, потому что Казахстан, мы являемся лидером в Казахстане. Была такая цель выходить на российские рынки. Что на российские, на другие, скажем, международные рынки. И вот сейчас Россия воспринимает снова партнеры, потому что владельцы этих заводов сидят бок о бок со мной здесь, также обучаются. И это всегда хорошо, потому что, во-первых, ты подаешь качественные продукты, ты знаешь, что людям можно доверять. И вот на таких, скажем, доверительных основах получается такие вот хорошие взаимоотношения. Это очень хорошие взаимоотношения. Это очень хорошая площадка для развития вашей бизнеса, потому что вы можете найти подобные люди здесь. Люди, которые не только твои партнеры в бизнесе, но и они также становятся твои друзья. И они как-то становятся твоей семьи. И что это самое лучшее? В этом, вы имеете в виду очень хорошие люди, вы имеете в виду очень хорошую семью, вы имеете в виду люди, которые всегда помогают, и вы делаете бизнес с этим, и вы чувствуете очень хорошие, чтобы создать вместе. Результатов достаточно много. Расширились границы восприятия, в том числе и в бизнесе. Открылось буквально полгода прошло с нашей встречи с мастером. Уже успел открыть два новых направления в бизнесе. Поменялась точка зрения на многие вопросы, в том числе связанные с финансовым благополучием, взаимоотношениями в семье. И, ну, в двух словах это словами не описать, но в целом, если говорить, что возникла радость, спокойствие, если это можно совместить, но тем не менее это совмещается. И, кроме того, появилась какая-то база, можно сказать, стержень, фундамент для дальнейшего роста. Этого на самом деле не хватало. Есть территория материальности, после которой начинается духовность. Но когда голод насыщен, у кого-то миллиард долларов, у кого-то сто миллионов, у кого-то десять миллионов, у кого-то десять тысяч долларов достаточно, чтобы перейти на духовный мир, то есть на духовный этап. И когда этот этап начинается, у большинства людей жуткий голод проявляется, духовный. И большинство городских и современных жителей не знает, что за голод, и начинает бить себя разной экстремальным спортом, разные тусовки, наркотики, лишь бы вот этот голод забить или, можно сказать, подавлять искусственным вырабатыванием адреналина. Что как будто жизнь – это кайф. А на самом деле ими это рулит, ими, можно сказать, эксплуатирует элементарная жажда, голод о духовности. Когда анализируете, когда чуть-чуть духовность человека даете, он тут же успокаивается, и покой появляется в жизни. Вот то, что мастер говорит, это как раз то, на что делает он акцент, и многие этого, скажем так, опять же, вначале не принимают. Он говорит, интуиция – это первое и основное – это экономия времени. Потому что ты не делаешь лишних движений, как минимум. Наши отличаются от других школ. Мы изначальных алмазов принимаем. Если ты видишь, что у него есть стремление, огонь в душе горит, горит. И хотят не потреблять, а кормить других. Не получать, а давать. Если у них в душе есть романтика, а не голодный такой, пустота, желание наживы. Вот тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...